Доброе утро, страна! Сегодня 3 апреля и свой день рождения празднует мобильный телефон. Устройство, без которого мы не представляем свою жизнь. Как же часто белорусы используют мобильные телефоны и пользуются мобильной связью, сейчас и узнаем. Часто пользуетесь мобильным телефоном, либо стараетесь ограничивать? 78% по статистике моего телефона. Стараюсь ограничивать все-таки. Ну, достаточно часто используют для работы, в том числе ограничивать не пытаюсь. Очень часто вообще жизнь свою не представляем без мобильных телефонов. Мы стараемся, конечно, ограничить, но слабо получается. Больше у детей. Нет, у нас даже бабушка, 83 года, мы ее пытаемся ограничить. Она сидит в интернете, в Вайбере, в Телеграме, и сейчас контакт завела. В ТикТоке даже. У меня нет, а у нее есть. По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в 2023 году в городе Минске использовали сотовую связь 99% населения в возрасте от 6 до 72 лет. Самыми активными пользователями сотовой связи являются респонденты в возрасте от 16 до 24 лет. Статистика ежегодно меняется, и по сравнению с 2013 годом количество пользователей сотовой связи увеличилось на 2,4% пункта. Чаще переписываете, если вы все-таки предпочитаете позвонить близким? Позвонить. Звоню только бабушке и маме, а с остальными, конечно, переписываюсь. Ну, мы по старой программе, у нас звонок. Мы даже поздравляем, только звоним. А дети наши... Переписки. Они, да. Больше переписками, но звонки тоже, если мне нужно срочно с кем-то связаться. Пользуюсь, но мне проще позвонить. Близким я отправляю голосовое. То есть я любитель голосовых сообщений. Получается, что с появлением в нашей жизни мобильного интернета и мессенджеров мы стали чаще пользоваться переписками. Но с чем же это связано? Потому что проще в переписке. Человек выстраивает диалог тот, который он сам хочет. Ему комфортнее общаться в переписке, продумать каждое слово, каждую мысль, каждое выражение, которое он хочет. И как бы в дальнейшем можно уже перечитать, переделать, передумать. Но молодежь больше любит записать сообщение, либо окошко, потому что для них это комфортно. Они управляют этим, а не второй человек. Главное не забывать, что чрезмерное пользование мобильными телефонами может приводить к негативным последствиям. И потому следует соблюдать определенные правила. Разговор не должен быть длиннее 3-5 минут. И желательно, по возможности, делать перерывы между звонками, чтобы это не было 3-5 минут, но постоянно, в течение дня. Конечно же, не стоит телефоны носить в нагрудных карманах, в местах расположения жизненно важных органов. То есть, если такая возможность есть, телефон лучше убрать в сумку, либо в портфель. Носить его там. Во время набора номера происходит самое высокое электромагнитное излучение. Поэтому, набирая номер и ожидая ответа, лучше тоже телефон держать на расстоянии. До момента, пока не снимут трубку, в бане, на котором он набирается. Ночью, во время сна, часто любим мы положить телефон под подушку, либо где-то рядом, чтобы там родильник не услышать. Тоже это делать не стоит, потому что таким образом, в течение всей ночи, фактически, да, наша голова, наш головной мозг будет подвергаться влиянию электромагнитных излучений. Очень важно следить за активностью и ограничивать использование мобильных телефонов у детей.